Считаешь себя супергероем или хочешь таковым стать? Тогда тебе сюда. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами МакГрубер, и сегодня у нас в обзоре, как вы поняли, редчайшее коллекционное издание, польское коллекционное издание игры, Dying Light. Данное издание для ПК-версии, потому как для PlayStation-версии стоило в два раза дороже. Да, оно мне не нужно, у меня есть обычное издание для PlayStation. Что можно сказать тебе о игре? Игра мне очень понравилась, я до спорта у нее играю в коопе, и я считаю, что это пока что лучшая игра, что выходила в первой половине, так сказать, нынешнего года. Ну что ж, коробка у нас такая зловещая, на ней нарисован практически со всех сторон ночной охотник, наверное, самый опасный соперник, который вам может встретиться ночью. Но, в принципе, если у вас в руках дробовик, либо крутое мачете, а если тем более у вас в руках катана, то без проблем вы с ним справитесь. Ну и если не справитесь, тогда бегите. Что самое удивительное в этой коробке, это то, что ее содержимое находится на ее, не побоюсь этого слова, днище. Вот как раз состав кольцового издания. Но я знаю, что многие из вас не любят, когда я перечисляю содержимое, поэтому давайте с вами знакомиться со всем по порядку. Ну что ж, Сезам от Гроссия. Кстати, должен признаться, я думал, что коробка будет побольше. Так, ну вот здесь, в принципе, все содержимое, как раз вот по порядку выложено. Начнем как раз с первого слота, так скажем. Итак, здесь у нас сам диск с игрой. Куча призов, которые он взял на разных фестивалях. Посмотрим, что там внутри. Кстати, как вы видите, все написано на польском. Интересно, а сама игра, если активируется в стиме, она будет на русском? Ну, я имею в виду хотя бы субтитры. Коды не палим. Итак, у нас наличили три кода. Первый — это возможность играть за зомби. Второй, я так понимаю, это дополнительные материалы. Скорее всего, здесь все на польском. И третий — это стартовая какая-то карта от Techland. От GEDOBGE. И два диска. Кстати, обратите внимание, что инструкция пользователя уже тоже написана на обратной стороне обложки самой коробки. Ну, поехали далее. Далее у нас вот такой вот справочник об игре. Типа как инструкция к выживанию на 39 страниц. Жаль, что на польском. Тут локация у нас. Фракции, персонажи, персонажи, какие бывают зомби, каких нужно опасаться, каких нет. Вирусы, вирусы, в общем, действительно такой классный справочник. Гайд, можно сказать, мини-гайд. Следующий у нас это... Чуть не упало. Вот такой вот артбук. Еще и, я так понимаю, наклейка. Если не ошибаюсь, еще одна наклейка. И еще одна наклейка. Кстати, может спокойно использоваться как подстаканник. Рассмотрим артбук. Он такой не худенький, такой средний. Хорошо, что в твердом треплете. Давайте его рассмотрим на сто одну страницу. Ну, как обычно. Создание персонажей. Персонажей в игре действительно очень много. Как и, в принципе, разновидностей зомби. Даже вот детальная обработка. Постобработка. Локации. Очень много, кстати, да, вот локаций МДС. Детский сад, кстати. Одна из самых там страшных миссий. Канализации. Оружие. Оружие вообще очень мало уделено. В принципе, все. Кстати, это 6 орудий, которые будут даваться в дополнение. Плюс еще, если не ошибаюсь, 2 костюма. Или 3. Вот такой вот артбук. Едем дальше. Далее у нас стилбук. А стилбук, хочу сказать, обалденный. Вот такой вот стилбук. Очень качественно сделан. Собраны со стороны город. Здесь главный скрин. Внутри такая вот у нас панорама. Действительно. Стилбук на ура. Следующая по списку. Это у нас саундтрек. Фильму. Фильму, блин. К игре. Кстати, саундтрек неплохой. Нужно будет послушать машине. На 21 композицию. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Далее у нас пошли шмотки. Здесь вот у нас внутри футболка. Или даже две. Не, ну, наверное, одна. Две будет жирно как-то. Развернем ее, посмотрим. Кстати, все футболки, которые есть, у меня попадались в играх, я все ношу. Такая вот футболка. Ее бы надо бы прогладить. В принципе. Но ничего. Это тыльная сторона. А на обратной стороне надпись спокойной ночи и удачи. Ну, футболка как футболка. В принципе, одинаково они все качества идут. Какой-то размер L. Ну, как раз должна на меня пойти. По идее. Ну, а теперь осталось самое вкусное. Хотя на вид не очень вкусно выглядит. Это фигурка ночного охотника. И хочу вам сказать, что даже через эту оболочку он выглядит ужасно. Устрашающе. Сейчас мы его рассмотрим в детали. Ну, в принципе, это все. А нет, еще не все. Ничего себе. У нас здесь еще такой вот шнурок на мобильный телефон с надписью Dying Light. Я не знаю сейчас, наверное, кто его будет вообще носить. Но расположили. Пусть будет. Все. В принципе, шнурка пустая. Ну, и теперь рассмотрим фигурку. Кстати, с обратной стороны упаковки подписи всех разработчиков. Это приятно. Жалко, что подписи не оригинальные. Так, делаем надрез. Аккуратно достаем. Мне страшно его держать. Да, к сожалению, здесь его не вытащишь, чтобы не повредить. Вот, жалко. Он должен, видно, идти вот в такой вот диораме. Да, обидно будет, конечно, вскрывать. Но что поделать? Как говорится, нельзя приготовить яичницу не разбив яиц. Так. И вот сама фигурка. Конечно, это просто жесть, друзья. Фигурка страшная. Просто. Ну, вы сами видите. Кстати, она примерно 15 сантиметров. Но даже не знаю, куда ее поставить, чтобы ее не испугаться. Только посмотрите на это. Стоит она на такой вот разломленной крыше. А здесь надпись Dying Light. Сделана компанией Экспонат. Итак, друзья, смотрим на ночного охотника. Еще раз повторюсь, фигурка выглядит просто отлично. 10 из 10. Каждая деталь сделана на ура. Да. Да, передраться реально не к чему. Ну что ж, вот такая вот фигурка. Кровь реально сделана как настоящая. Ну что ж, дорогие друзья, такое вот было обширное коллекционное издание игры Dying Light, специальное для Польши. Мне осталось добавить, что с вами был Мак Грубер. Как всегда, подписывайтесь, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте. Скоро увидимся, впереди все самое интересное, например, распаковка коллекционного издания Mortal Kombat. До новых встреч, до свидания. А, и еще кое-что. Спокойной ночи и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, так вполне сойдет. Субтитры создавал DimaTorzok